Сейчас Пашинян видит, сколько у нас проблем. Нам сейчас не нужны лишние проблемы. Россия только и хочет, чтобы была война. Россия хочет разрушить Армению. И Россия готова тырки давать и Азербайджану, и Турции. И всегда она так делала. Всегда Россия так делала. Россия не наш друг. Россия наш заплятый враг. Россия наш самый страшный враг. Никто так ненавидит армян, как российская власть. Не русские, потому что к русским у нас нет никаких претензий. У нас нет претензий к русскому мужчине и к русской женщине. Мы говорим о российской власти, которая испокон веков стала Россией за счет боли и страданий маленьких народов. И вы думаете, наши армяне этого не знают? Все знают это хорошо. Даже армянин и армянка, которые хвалят Россию, российскую власть, Путина, они прекрасно знают, что Никол Пашнян это лидер, который строит дороги, строит заводы, строит школы. У нас не было школ, детям негде было учиться. До какой степени российская власть, карабахский клан ненавидели армян и армянский народ, что оставили нас без школ, без 10-летнего обучения в школе, человек не может быть полноценным гражданином Армении. И это делает правительство Пашняна. До какой степени Кочарян, Серж, их семьи ненавидели армянских детей, что у детей не было детских садиков. Сейчас в год 100 садиков строятся и ремонтируются. Плохой руководитель он или нет, чтобы дети могли ходить в садик. И мы помогаем. Кто может игрушки дает дополнительно, потому что игрушки все время ломаются. Кто чем может, всем должны помогать, не только государство. Все, чем сумеем, будем помогать. Пашнян строит водохранилище, людям неоткуда было взять воду. Никогда карабахских чиновников не интересовало. А как поливает крестьянин Армении свой огород? Единственное, Левона Терпетросяна разве это волновало? Вот говорят, Левон, Левон Зурабян. Вот Владимир Карабетян, наш посол Армении в Украине, теперь еще и в Молдавии. Вот его команду, Левона Терпетросяна, когда-нибудь интересовало, а как поливают крестьяне свои огороды? Спросите у Владимира Карабетяна, вашу команду интересовало это? Вы же представляете мафию Левона, в конце концов? Нет. То есть это единственное правительство, правительство Пашняна, которое интересует, что у нас должны быть водохранилища, потому что иначе как мы будем поливать наши огороды? У нас не было спутников. Сейчас у нас запускается второй спутник, чтобы вы видели вообще, что творится на твоих границах. А у тебя был Кочарян, который купил остров Греции, вместо того, чтобы купить спутник для твоей страны, для твоего народа, те, кто меня смотрит в Америке, и я не знаю, во Франции или где. А вы сейчас слушаете пропаганду Кочаряна. А что сказал Лапшин? Лапшин это голодная попрошайка, которая работает на российской спецслужбе. Под соусом борьбы с Алиева собирают у вас деньги и ведет пропаганду. Эта тварь ведет пропаганду против армян. А вы этого не понимаете, что Россия таким образом путает нам мозги. Лапшин немножко здесь. Это сучка Маргарита Симонян, там лает на Армению. Это тварь Андраник Мегранян, тампон Риты Саркисян, там лает. Неужели вы не понимаете, какие деньги они тратят? У нас, мои подписчики говорили, 40 тысяч у нас агентов, скрытых и не скрытых, работает в российских компаниях Армении, которые все время гадят Армении. А Армения должна быть независимой страной. И уже шестой год он ее поднимает. Идеально все не будет, ребят. Мы не идеальные люди. Давайте себя не сильно не перехваливать. Мы не идеальные. И мы не лучше какого-либо народа. Не лучше. До тех пор, пока мы говорим, что мы лучше других народов, нас Бог будет наказывать. Разве где-нибудь вы в Библии видели? По мескатали косвейпур 23 марта конец. Где-нибудь вы в Библии видели, что написано, что армянский народ круче другого народа? Разве Бог нам оставил такие заветы? Где это написано? Покажи. Это кто-то из вас, да, придумал за тостами? Да, мы талантливые. Мы древний народ. Но мы ничем не лучше других народов. Не надо себя превозносить. Это нам вред наносит. Мы должны стать сильнее. Нас должно быть стать больше в стране. Чем мы занимаемся? Приезжайте. Покупайте у нас путевки. Открывайте у нас вклады. Покупайте армянские товары. Вот чем мы занимаемся. Те негодяи, мрази, которые сидят в Москве, в Америке. Вот всякие чумошники. Знаете, вот если бы вы увидели бы Ваага Адамяна, да, это старое, жалкое чумо, которое выглядит как чумо. И он сидит, вякает на меня. Человек не говорит, а Рума вообще-то в Армении. Рума в Армении шестой год помогает своему народу. А ты где, ай чумо? Ты где? И когда вот, а я говорю, что если вы попросите у Ваага фотку, вы увидите какая-то страшная обезьяна. Когда человек старый, несчастный, недоволен собой, он завидует таким, как Рума. Потому что я не просто блогер. Я все, что могу, делаю.